МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала. В студии Денис Шабуров и в самом начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Ну, конечно, страшно, но как не страшно-то? В Рыбинском районе полицейские разыскивают вооруженного подростка. Установить по выше названным объектам и адресам, выше названных дорожных знаков. Каннская прокуратура выявила нарушения в соблюдении прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Степану нужна хорошая, добрая семья. Очередной выпуск проекта «Ищу маму и папу» расскажет о любознательном Степане. В Бородино и его окрестностях десятки полицейских ищут вооруженного подростка. Парень украл два ружья и патроны. К нему отца своего знакомого и скрылся. Направление заброшенные дома. Следуем за СРС. Вперед. С собаками полицейские ищут 17-летнего подростка. Он вооружен и может быть опасен. У отца своего знакомого парень украл два охотничьих ружья. Патроны к ним и сбежал. Оперативники раздают местным ориентировки и просят помочь с поисками. Но люди признаются, самим страшно на улицу выходить. Да, конечно, боимся. Особенно я одна живу. Мне, допустим, страшно. Тем более, если это как ребенок подросток постучится. Ну, как я не открою. У меня самые дети, правда, взрослые. Ну, конечно, страшно. Ну, как не страшно-то? Да жалко просто. Не, ну, пропал же ребенок. Он же все равно ребенок. Из приюта парень сбежал еще в выходные. Это не первый раз. Полиции трудного подростка давно поставили на учет. Но воспитатели о нем отзываются хорошо. Говорят, вполне мирные и добродушные. Малышам помогал. Вот в споры иногда. Вот прям заступался за девчонок, за как бы таким вот судьей выступал у них. Конечно, хотелось бы, да, вот если он сейчас слышит, сказать ему, что мы все его ждем. Как бы мы все одна большая семья. В гости к приятелю подросток отпросился под предлогом покормить животных. А после его визита хозяева поняли. Из сейфа пропали два ружья с патронами. Оружие было зарегистрировано, и владелец сразу же позвонил в дежурную часть. Чтобы не случилось беды, в районе приняты особые меры. В настоящее время в целях безопасности приняты меры по обеспечению правопорядка и безопасности в детских дошкольных учреждениях на территории города Бородино, города Зазерного и Рыбинского района. По факту исчезновения 17-летнего юноши проверку проводит следком. Там выясняют причины, по которым парень сбежал из приюта. Они станут известны только когда подростка найдут. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Каннская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в соблюдении прав людей с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам инфраструктуры. Так, согласно федеральному закону, на каждой стоянке транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, выделяются места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для машин, которые перевозят данную категорию граждан. Установлено, что на парковочных площадках, находящихся возле гимназии номер 4, возле лицея номер 1 МБУ Многофункциональный Молодежный Центр, а также возле экопарка «Сосновый Бор» и возле площади имени Коростелева отсутствует дорожный знак 6-4 «Парковка парковочного места» вместе с информационной табличкой «817 инвалид». На основании, изложенного в адрес главы города Каннска 11 ноября 2022 года прокурорам внесено представление об устранении выявленных нарушений. Поскольку указанное представление не было удовлетворено прокуратурой, 22 декабря 2022 года подготовленное направленное исковое заявление в Каннский городской суд об обязании администрации города Каннска установить по вышеназванным объектам и адресам вышеназванных дорожный знак. Решением Каннского городского суда от 21.04.2023 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле Межрайонной прокуратуры. Сразу после небольшой рекламы вас ждет очередной выпуск проекта «Ищу маму и папу», а также другая интересная информация. Не переключайтесь! Компания «Экохом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Экохом» – чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8-913-596-4836. Есть проблемы со слухом? Нужен слуховой аппарат? Обратитесь в медицинский центр «Доктор Слухов». Вызной прием в Каннске 14 июля. Запись по телефону 8-391-241-1541. О, Абсолют более 10 лет оказывает качественные юридические услуги, а также услуги в сфере управления многоквартирными домами. Абсолют – это защита вашего нарушенного права по вопросам любой сложности. Мы оказываем услуги по составлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и представления ваших интересов в суде. Также оказываем юридические услуги в сфере ЖКХ. Вы хотите сменить управляющую организацию, создать ТСЖ, но не знаете, как это сделать? Ваша управляющая организация оказывает вам услуги ненадлежащего качества? Наши специалисты помогут решить все ваши вопросы. Каннская полиция назначена проверка по факту госпитализации четырех детей с отравлением. В дежурную часть Каннского ОВД из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации доставленных из Остафьевки четырех мальчиков с острым отравлением ядовитым веществом. Было установлено, дети гуляли на улице, увидели выброшенные обрезки от комнатного растения дифенбахи. Стебли и листья которого содержат ядовитый сок. Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены медицинское заведение. По данным случаю назначена проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На зарплату живут менее половины жителей региона. Она является преобладающим источником средств к существованию для 45,4% населения. Таковы итоги Всероссийской переписи населения 2020 года, который продолжает обрабатывать и публиковать Красноярск стат. Чуть больше трети жителей сообщили, что зависимо от выплат государства и организации пенсии, пособия получали 38,1% населения. За счет этих доходов в большей степени живут граждане старше трудоспособного возраста. 25,8% опрошенных находились на обеспечении других лиц и ждевений. Доходы от предпринимательской деятельности являлись источником средств к существованию у 2,2% населения. В Боготольском районе в аварии с двумя фурами пострадали три человека. По предварительной информации, виновником ДТП стал легковой автомобиль. Мужчина за рулем Ниссан Тильда решил обогнать движущуюся перед ним фуру и выехал навстречу, где ехал еще один грузовик. От удара машину отбросило на свою полосу, где иномарка врезалась в ту машину, которую старалась опередить. При аварии пострадали трое, водитель легковушки, а также два пассажира Ниссан, мужчина и женщина. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Мы продолжаем проект «Ищу маму и папу». В выпусках новостей мы рассказываем вам о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня мы познакомим вас с вежливым и любознательным Степаном. Давай, Степан, соберем с тобой, смотри, какие интересные можно собрать изделия. Это магнитики. Можно машинку собрать. Давай попробуем. Ну, так давай. Степе уже 9 лет, но он несколько отличается от своих ровесников. Мальчик имеет ограниченные возможности здоровья. Но, несмотря на это, он с удовольствием познает мир вокруг себя. Кроме того, как отмечают педагоги, он очень старается. И на коррекционных занятиях наблюдается положительная динамика в его развитии. Давай, Степа, смотри, какая трасса. Можно шлагбаум установить где-то, машинки покатать. Смотри, какой здесь большой город. Можно машинки расставить и покатать здесь, глядеть. Естественно, как и все мальчики, Степа неравнодушен к машинам и любой другой технике. Кроме того, он увлекается футболом и любит кататься на коньках. Воспитатели и педагоги характеризуют его как очень эмпатийного и неконфликтного ребенка. Степан у нас ласковый, добрый мальчик, который готов прийти на помощь как ко взрослым, так и к детям. Он общительный, очень любит задавать много вопросов, любознательный. Степану нужна хорошая, добрая семья, которая будет понимать его и в свою очередь он будет отдавать ей любовь. Со сверстниками у него складываются хорошие отношения. Он безобидный, он никогда не вступает в конфликтные ситуации. Открытый ребенок, добрый. У Степана также есть братья, возможная форма семейного устройства, опека или временная семья граждан. Полную информацию о нем вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания или в отделе опеки и попечительства. Адреса и телефоны вы видите на своих экранах. Проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой Пятого канала при участии Центра развития семейных форм воспитания, поддержки Каннского детского дома имени Гагарина и Красноярского краевого дома ребенка. Юлия Олейникова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. В Енисейске высадился необычный творческий десант молодых художников. Студенты Краевого художественного училища имени Сурикова приехали в старинный город, чтобы увидеть и запечатлеть его во всех красках. Кто мешает работать молодым дарованием и что будет после летнего пленера, узнаете в сюжете наших краевых коллег. Как мне не пожаловаться на то, что здесь очень много мошкары, в отличие от города, я не знаю. Комары и мошкара – главные враги художников. В Енисейске, чтобы написать этюд, нужно брать не только холст, кисточки и краски, но и на комарник. Это уже успели понять и почувствовать на себе студенты Суриковского училища, которые приехали сюда на пленэр. Впрочем, полчища крылатых кровососов не испортили вдохновение юных живописцев. Они буквально с первых шагов попали под обаяние старинного города. Тут приятно, что можно буквально минут 15 пешком пройти и сразу очень красивый вид на храм. Еще 15 минут пешком пройти и снова очень красивый вид на храм. Особенно под вечерним освещением, под состояниями розоватыми, желтоватыми. Все это очень красиво смотрится в таких цветах приятных. Диана Лисова Несейски написала несколько этюдов. На ее холст уже успели попасть в Паский мужской монастырь, старинная улочка с купеческими домами, а вот сейчас ее внимание привлек необъятный простор Несея. В своем городе большую часть города уже исписана. Хочется покорять, узнавать новые места, расширять колорит своих работ. Потому что каждое место, там разный климат, немножко разные цвета, по-разному будет писаться картина. Художники убеждены, у каждого города есть свой особый колорит, ритм и, конечно, цвет. И очень важно уметь увидеть это и передать на своем холсте. Поэтому без выездных пленеров просто не обойтись. В Несейске много архитектуры светлой, много храмов, а летом это рефлекс, это свет, это воздух. Стараются, учатся передавать грамотно, гармоничные цветовые отношения. Писать Несейские храмы, купеческие особняки, деревянные домики и старинные улочки, северную природу молодые художники будут в течение двух недель. По итогам пленера они планируют провести большую выставку своих работ. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Несей Новости. На этом у нас все. А сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». С вами был Денис Шабуров. Всего доброго. До свидания. Подключайте сверхскоростные тарифные планы от Орион Телеком и наслаждайтесь всеми современными возможностями интернет-сети. Смотрите видеоконтент в самом высоком разрешении, пользуйтесь интерактивным телевидением, играйте в онлайн-игры с минимальным пингом, общайтесь в видеоконференциях без зависаний, скачивайте большие объемы данных за минимальное время. И все это доступно сразу для нескольких устройств в домашней сети без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60 Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение, поможет организовать консультации врачей-специалистов, проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи, проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию, и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Мы хотим, чтобы рекламу хотели. Телефон рекламной службы 5-го канала. 2-17-61. Смотри новости 5-го канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин